Час пик. Пробка на проспекте Химиков. Недалеко от городского парка столкнулись трактор и иномарка. Один чистил дорогу, другой спешил на работу. Пробка утром была и в сторону промышленной зоны. А все потому, что из-за обильных осадков вместо двух осталась одна полоса для проезда. Уже после того, как поток схлынул, сюда приехал ротор от ТАТ-Автодор, чтобы расширить дорогу. Если магистральные дороги более-менее чистят дворы, все еще оставляют желать лучшего. Коммунальные службы попросту не успевают разом охватить весь город. В итоге для автовладельцев любая поездка превращается в ежедневную игру в рулетку. Выйдешь или нет. Конечно, мне сейчас тяжело. Числить надо. Плохо? Плохо. Не чищено. Благо, сами водители в беде друг друга не бросают. Всегда найдутся те, кто поможет застрявшему. Тяжело передвигаться и пешеходам. Снег рыхлый. Людям приходится в буквальном смысле преодолевать заносы, спотыкаясь и падая. Скользко. Ноги вязнут в снегу. Как еще, я не знаю, сказать. Дольше времени, наверное, уходит, чтобы добраться. Естественно, да. На коляске не можем с ребеночком пойти покататься, потому что тоже колеса вязнут. Шли очень долго, потому что проваливаешься в снег. Пока из него выйдешь, пока перейдешь, тут машины тут же и дорожки никакой нету для прохода. Ну, в общем, очень сложно. За внутриквартальные дороги в основном отвечают управляющие компании. В их собственности порядка 60 единиц спецтехники. Улицы, тротуары и парки чистят работники МУП КПБ. Это 40 единиц техники и 45 рабочих. К сожалению, техника часто выходит из строя, что может повлиять на сройки выполнения работ. Эти два дня в городе еще будет стоять оттепель. А вот уже с пятницы синоптики прогнозируют приход морозов. Температура воздуха опустится до минус 15 градусов. И вот представьте, вся вот эта вот каша, все, что сейчас растаяло, все это замерзнет, превратится в ледяную корку, в гололед. И данный факт, конечно же, усложнит еще проезд для автомобилей и проход для пешеходов. Коммунальщики ведут борьбу со снегом ежедневно и днем и ночью. Основные проспекты планируют расчистить в течение 5-6 дней, если не будет нового обильного снегопада. На дорогах-дублерах в постоянном режиме работают один грейдер и ротор. Светлана Шумкова, Рафаэль Ракипов, Максим Липин. Новости НТР.